Пятый в России Самарский аэрокосмический университет высоко поднялся в рейтинге вузов. Этому способствуют и его достижения. Научные приборы, созданные в университетских лабораториях, проходят испытания на космических аппаратах. Студенты разрабатывают планы модернизации производства на автовазе, а в 2009 году университет получил звание национального исследовательского. Теперь его надо удержать. Вуз принял участие в федеральном конкурсе программ развития инновационных территориальных кластеров. В рамках конкурса вуз может получить 2,5 миллиарда рублей с федерального бюджета на развитие инфраструктуры и закупку нового оборудования. Проект прошел в десятке точно. Сейчас комиссия уже проголосовала, документы ушли сейчас в правительство. И будет решение правительства, которые окончательно расставят и суммы, какие будут, к какому кластеру и на какие сроки. Это тоже будет очень серьезным подспорьем. Николай Меркушкин добавил, что в этом году на развитие университета из областного бюджета выделили 20 миллионов рублей. К тому же совсем скоро СГАУ будет праздновать 70-летие. К юбилею нужно привести в порядок не только сам университет, но и прилегающие территории. В этом глава Самары Дмитрий Азаров обещал помочь и внес несколько интересных предложений. Год назад мы праздновали 70 лет парада побед, который проходил в ноябре, в Куйбышеве, как основной парад. Потому что правительство здесь же было. А в этом году получается 70 лет вуза отметила на той площади. В такие суровые времена в 42-м году создан вуз. Удивительно. И можно это еще и связать даже с событиями военные. Обсудили возможное сотрудничество университета с технопарком «Жигулевская долина» и с «Роснано». Научный потенциал СГАУ с каждым годом увеличивается. В сентябре приток мозгов составит полторы тысячи новых студентов. Любовь Коренева, Дмитрий Тарасов, ГИС-события.